В Североказахстанской области зафиксирован рост цен на лекарства. За год медикаменты подорожали более чем на 10%. Жители говорят, что ощутимо подскочили в стоимости парацетамол, аспирин и активированный уголь. С чем связано подорожание? Есть ли факты необоснованного завышения, выясняла наш корреспондент Нургулялина. Жители Североказахстанской области ощутили рост цен на некоторые виды лекарств. Люди заявляют, что особенно заметно подорожали самые ходовые препараты. Такие, как парацетамол, аспирин и активированный уголь. На препараты медицинские вообще не успеваешь наблюдать, когда повышаются цены. Очень сильно повышаются цены. Конечно, печально, потому что большинство населения у нас пенсионеры, которые не могут себе позволить купить лекарства. В целом, конечно, все дорого в аптеках. Цены, считаю, завышенные. Потому что, видимо, накрутка большая, поэтому до потребителя доходит с большой ценой. По данным Бюро национальной статистики, цена на лекарства в стране выросла в годовой динамике на 11,5%, а в Североказахстанской области на 10,2%. Этот рост отмечен с мая. Местные фармацевты говорят, что люди в основном берут таблетки и пилюли из соседней республики. Изменение цен действительно произошло. Казахстанские цены держатся. За год, может быть, на 8 тенге, на 10 тенге изменятся. Российские, к сожалению, дорожают. Дорожают на глазах. 30 тенге, 50 тенге. Мы придерживаемся старой цены, так как это ходовка, и она должна быть доступна. Специалисты комитета медицинского и фармацевтического контроля утверждают, что устраивать проверки в аптеках они не имеют права по закону. Инициировать их могут только по жалобе покупателей. Если поступает заявление или обращение, содержащее информацию о фактах превышения предельной стоимости на ряд медикаментов, то их рассматривают в обязательном порядке, говорят специалисты. Но пока таких случаев не было. Мы отслеживаем соблюдение предельной цены. Фактов превышения предельной цены к нам не поступало. Мы отслеживаем по свободным источникам. То есть те данные, которые есть в интернете, проводим мониторинг практически ежедневно. Кроме того, есть приложение ДРКЗ, где сами покупатели могут отслеживать предельную цену и сообщать нам, а если она завышена. С начала этого месяца в стране ввели обязательную систему маркировки лекарственных средств. Все фармацевтические препараты, произведенные с этого периода, получают код «Дата Матрикс», гарантирующий их подлинность. Это поможет бороться с контрафактной продукцией и отслеживать все цепочки движений медикаментов от производителя до аптек, больниц и пациентов, отмечают специалисты.